МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совершенно новая команда, нетипичная для большой политики, потому что сам Трамп пришел, так сказать, со стороны из бизнеса, и он тоже поставил на ведущие посты люди из армейской службы, которые, в принципе, все-таки не знают правила большой политики. А там один принцип довольно простой. Пока ты не утвержден должности, ты должен был быть очень аккуратным в своих отношениях с представителями других держав. И здесь как раз генерал Флинн ошибался. Основная причина отставки – контакты с российскими должностными лицами, которые генерал Майкл Флинн скрывал. В конце декабря, еще до вступления в должность, он вел переговоры с послом России Сергеем Кисляком о возможном снятии санкций с Москвы. Однако публично Флинн это опровергал. Когда же ложь вскрылась, он признал свою вину, извинился перед Трампом и написал заявление об уходе. В чьих интересах действовал Майкл Флинн? Неужели он не осознавал возможных последствий? Скорее всего, это так. Потому что я уже сказал, что он новичок. Просто по неопытности? Из неопытности. И другой момент здесь, конечно, в том, что, скажем, российская сторона вела себя тоже нетрадиционно. В каком смысле? Обычно послы, скажем, Советского Союза или России сидят в Соединенных Штатах до конца срока президента. Что логично. Когда видно, что будут какие основательные перемены, тогда Басоль как правильно меняется до истечения срока президента. Вот тот самый Кисляк стал послом России в Вашингтоне летом 2008 года. Но как-то, в принципе, было видно, что, скорее всего, Обама победит на выборах. Но здесь как раз чувствуется то, что в прошлом году в России все-таки не заметили, что будет победить Трамп. И они оставили Кисляка на этой должности. И почему можно так говорить, что нетрудно видеть, что сперва были в России, особенно если следить за печатью, надежды на то, что Трамп будет менять политику в отношении России. Но, как видно из публикации в последних недель, уже ясно, что на самом деле Трамп оказался совершенно другим человеком, как ожидали. Надежды не оправдались. И здесь есть такой нюанс, что это все-таки не нормально, когда посол России звонит пять раз подряд к новичку, который еще не в должности. Вот это уже показывает определенную нервозность, потому что это был как раз тот момент, когда президент Обама ввел новые дополнительные санкции. Это касались высылки российских дипломатов и так далее. Конечно, была нужна определенная информация, но сами американцы сразу заметили активность российского посла, стали следить за Флинном. И здесь еще проблема большая в том смысле, что Флинн все-таки сперва, видимо, кому-то говорил всю правду, но оказалось, что среди его подчиненных были люди, которые докладывали и деятельно-демократическую партию, и поэтому и получился довольно большой скандал. Но если, так сказать, идти до конца, то здесь тоже надо понять, что Трамп великолепно понимает, что он новичок, и что ему надо тоже сотрудничать с старым партийным аппаратом, и как раз человеком, который вроде решил этот конфликт, оказался вице-президент Пенс, который представляет, так сказать, традиционную верхушку республиканской партии. И здесь в этом смысле Трамп довольно умело действовал, потому что публика видит, что все-таки, так сказать, человек с большим политическим стажем занимается этой проблемой. Флинн лгал ему, скажем, а не Трампу, и после этого даже Трамп даже еще хвалил. То есть на имидже команды Трампа в целом это не скажется? Потому что про того же Флинна говорили, что Трамп думал о нем как о возможном кандидате на пост главы Пентагона, но поскольку эта фигура такая слишком неоднозначная, то было опасение, что Сенат его просто не утвердит, поэтому Майклу Флинну достался пост советника по национальной безопасности. Он и тут-то скандалился и был вынужден уйти. Но, как вы говорите, что все-таки для Трампа его имиджа это не критично. Это не влияет. И здесь еще нюанс в том, что вот тот человек уже вице-адмирал, который сейчас будет занимать пост этого советника по национальной безопасности, уже выставил условия, что пусть люди из этого Совета национальной безопасности уходят, он придет туда своей командой. То есть это здесь тоже хороший показатель в том смысле, что вот Трамп доказывает, что, так сказать, старый бюрократический аппарат уже, но не работоспособен в том плане, что оттуда информация вытыкает и попадает прямо в печать. Так что Трамп сессии этот момент сумел использовать в свою пользу. А что касается отношений России и США, то для них какие-то последствия будут иметь этот скандал? Ну, вот эта история будет продолжение, потому что, так или иначе, когда он уже советовал Флинну уходить, он доказал, что Россия имела какое-то влияние на политическую ситуацию Соединенных Штатов. И сразу вот эта сторона, которая занималась этим, пошла дальше. А значит, и в ходе избирательной кампании Россия тоже сыграла свою роль и стали искать разные связи людей из команды Трампа с Россией. И если исходить из того, что вопрос и о том, что российские хэкеры, или как их называют, они сломали там компьютеры и получили данные, и вот теперь даже президент Франции, господин Аланд, говорит о том, что мы тоже боимся атаков со стороны российских хэкеров и канцлер Германии, а там выборы в сентябре месяце. То есть получается, что это так называемый российский след или контакты с российскими деятелями, это будет сейчас идти в течение всего этого года. То есть неизвестно даже, настолько ли сильны российские хакеры, но, по крайней мере, имидж им создан такой, что их все начинают бояться. И, естественно, тоже не надо забывать, что здесь большую роль играют как раз СМИ, потому что они как раз в университетах очень злые на то, что они проиграли. Проиграли выборы, они не ставили на того человека, который стал президентом. И вот сейчас вся эта игра из штатов уже пересекла, так сказать, океан, и будет продолжаться в Европе. И в итоге есть такая всеобщая неуверенность в том смысле, что никакие прогнозы, предсказания, кто где может выбор проиграть или победить, это невозможно. Ну что, а мы будем следить за развитием ситуации, в том числе и с помощью Томаса Алла, талу-политолога, который регулярно приходит к нам в утреннюю студию программы «Кофе плюс». Спасибо вам за комментарий. Продолжаем наш эфир музыкой, после чего еще раз вернемся к свежим газетам.